О главных достижениях Казахстана за 20 лет независимости говорили сегодня участники Международной научно-практической конференции в Верховном Суде. Представители авторитетных международных организаций, правозащитных, неправительственных институтов, государственных и правоохранительных органов обсудили современное состояние конституционной законности как неотъемлемого атрибута государственности Казахстана и роль основного закона в ее обеспечении. Конституционная законность республики сформировалась как идея, принцип, как образ жизни демократического общества. Важная сфера конституционной законности это обеспечение реализации гражданином его прав и свобод. Любой закон или иной нормативный правовой акт, любое действие законодательной и исполнительной властей и местного самоуправления, ущемляющие и не учитывающие интересы граждан на основе положения конституции, могут и должны быть опротестованы. Отмечая успехи Казахстана на международной политической арене, в экономической и социальной политике, правовых реформах, участники конференции отметили, что в Казахстане идет поступательный процесс реализации идей и принципов конституционализма. В Казахстане, конечно, много сделано в течение прошлых 20 лет. Проводились очень большие реформы в разных областях права. Но есть еще области, которые еще не реформированы или где можно еще работать. Это, например, административное право, административные процедуры, административный процесс. Эти все вопросы уже содержатся в концепции правовой политики, удержанной президентом республики. И Российской Федерации, и многим другим прежним союзным республикам есть чему у Казахстана получиться. И самое здесь существенное, что президент Казахстана, султан Назарбаев, и вообще вся деятельность его как лидера Казахстана посвящены стабильному развитию послесоветского пространства, избережению межгосударственных и международных, прежде всего, экономических связей. Это важно, и от этого зависит развитие всех наших государств. События в мире. В Бельгии началась забастовка государственных служащих, как сообщает агентство Reuters. Ее проводят профсоюзы. Таким образом, они выражают пластинство ее несогласия с пенсионной реформой, которая предусматривает, в частности, повышение в стране пенсионного возраста с 55 до 58 лет. Азуберсисто.